СПОНСОР ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ Здравствуйте! В эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлеп. Сегодня мы с вами будем говорить о творчестве, и сегодня мы с вами будем говорить об искусстве, о высоком искусстве. Этого эпитета тоже не побоюсь. Я гость нашей сегодняшней программы, генеральный директор творческого объединения «Премьера» Татьяна Гатова. Здравствуйте, Татьяна Михайловна. Здравствуйте. Ну вот наша с вами предыдущая встреча была, если я не ошибаюсь, ну где-то в самом начале нынешнего сезона, сезона для «Премьеры». Мы тогда с вами говорили о планах на сезон, мы с вами говорили о том, что будут отдельные коллективы выступать в отдельных проектах. Вот если подводить какие-то определенные итоги, сезон заканчивается или там закончился или заканчивается, все ли удалось из того, что планировалось в начале сезона, и какие бы из отдельных коллективов вы бы выделили? Вот по результатам сезона. Вы знаете, мне кажется, говорить о том, что все удалось, не то что рано, потому что жизнь складывается из каждодневных новых событий. И думаю, ох, надо успеть в этом сезоне. Ой, надо, а вот это не запланировали. Поэтому, ну, я довольна этим годом. То есть, получается, планы расширились по ходу сезона. Да, и вы знаете, даже, мне кажется, что то, что мы заканчиваем сезон, мне кажется, самыми посредними, но все равно, думаю, надо было закончить 1-2 июля, может быть, еще что-нибудь сделать. То есть, всегда кажется, ой, как жалко уходить на каникулы. Мне кажется, вот те события, которые для каждого коллектива, знаковые, веховые, в данном случае для театра балета, их 20-летие, 90-летие их мэтра, ну, ярко закончили сезон. Потому что у Юрия Николаевича уже на новый сезон есть предложения по постановкам, и очень-очень любопытные. И прямо не хочется, прямо хочется, хоть прямо вот сейчас начинать ставить. Прямо хочется уже ставить. Да. Просто они знаковые тем, что это история. Вы знаете, время летит очень быстро, и если мы не успеем сделать что-то, мы можем, как говорится, и потерять, ты не вернешься к этому. И потом ты скажешь, ну, надо было вот тогда, ну, почему же я не сделал. А это очень важно. Это на самом деле то мастерство тех людей, которых уже сегодня нет, и остались крохи, и, наверное, из всех хореографов и мэтров остался Юрий Николаевич, который может оставить для нас те яркие произведения, уже тех людей, которых нет. А прирастает творческое объединение? Вот в этом сезоне приросло ли творческое объединение премьера вообще, и, может быть, отдельные коллективы новыми зрителями? Я поясню свой вопрос. Мы говорим о том, что в последнее время, здесь, в Краснодаре в том числе, о том, что к нам в край приезжают новые жители. Такая вот миграционный, естественный прирост, да, есть прирост населения в том отношении, что рождаются новые люди. Зрителей становится больше, и зритель, как бы это правильно сказать, он уже понимает, куда он идет, он настраивается заранее на тот праздник, который может получить, придя в тот или иной зал, в тот, я не знаю, там, музыкальный театр, в дворец премьеры или куда-то. То есть зрители уже готовы? Это однозначно. Поэтому, потому что мы стараемся очень аккуратно работать со зрителем и анализировать нашего зрителя, кто приходит. Увеличивается количество семейного зрителя. Вы знаете, это очень важно, и эта первостепенная задача будет у нас, была она заложена и на этот сезон, и будет однозначно в следующем сезоне, потому что это будущее. И когда приходят с семьями, они открывают, каждый открывает, мама или папа открывает то, что он до этого не знал. Ради своего ребенка, ради будущего. Это очень, очень и очень ощутимо. Может быть, и дети тоже открывают для себя что-то новое, придя вместе с родителями, я имею в виду, когда родители уже театрала, да, и ребенка приводят в первый раз. Да, дети однозначно открывают новое. Ну, вы знаете, все равно задача наша, взрослых, однозначно готовить себе, своему ребенку, своей семье будущее. Однозначно готовить мир, в котором будут жить ваши дети, ваши внуки и так далее. Да вообще будущее. Поэтому, ну, просто очень приятно, когда полный зал, когда мы понимаем, что у нас просто выкупаются абонементы, которые мы сейчас думаем и направляем больше семью на восприятие классического искусства, что, казалось бы, ну, людям, которые как бы не сталкивались с музыкой, ребенок, который не занимается в музыкальной школе или в школах искусств, не учится и так далее, то он как бы не может, он не знает, он не придет в театр. Это неинтересно, это непонятно. Ну, просто потому что он не знает. Да, поэтому мы стараемся, чтобы и опера, как, помните, мы когда-то у нас был проект, что опера – это не скучно. 1 июня провели такую адаптацию одной из опер «Севильский цирюльник», а именно 1 июня, в День защиты детей, вот в подарок нашим детям, мы сделали такую очень интересную, именно оперу, именно на итальянском языке, проделки фигера. Но мы ввели туда главного героя, который говорил на русском языке, это был композитор Рассини. Он рассказывал о себе, это всем было понятно. И дети, и дальше рассказывал про Арию, и дети слушали. Но самое главное, что очень понравилось и взрослым тоже. И мы поняли, что мы попали в десятку. Ну, тогда, получается, вот если мы сейчас говорим о закрытии сезона, вот я взял два коллектива – театр балета и музыкальный театр. Музыкальный театр на закрытие сезона выбрал «Тревиату» в «Эрди». Вот здесь, честно скажу, для меня, по крайней мере, выбор совершенно очевиден. В «Эрди», как сейчас модно говорить, это бренд. «Тревиата» – это, я не знаю, один из бриллиантов «Эрди», я имею в виду в качестве произведения. То, что касается театра балета «Тщетная предосторожность» Гертеля, ну, не такое раскрученное, что ли, произведение. Здесь это желание коллектива, или вы идете за зрителем, которым тоже это нужно, и та же самая предосторожность «Тщетная», она любима зрителями, по крайней мере, в Краснодаре. Вы знаете, может быть, за многие годы, это не один и не два года, как этот балет существует, мы удивлены тем, что, может быть, мы не нанесли до нашего зрителя в свое время, что это чудесный, светлый, легкий, музыка легкая Генделя. И вот, вы знаете, мы специально попробовали, а вот давайте закроем сезон именно этим спектаклем. Мы не пожалели. И я так думаю, что мы изучаем, я не говорю о классических балетах, мы не будем даже в этом говорить, «Челкунчик», «Спартак», «Лебединое озеро», «Ромео» и так далее. Это все знают. А вот то, что не совсем воспринимается, значит, где-то, что там, когда-то мы упустили. Поэтому сейчас будет еще и в новом сезоне форма такая, что мы будем приглашать, мы уже пробуем, на разговор о балете публику, которая, ну, должна быть, то есть прийти на четную предосторожность. Мы должны настолько интересно рассказать об этом балете, чтобы потом не могли не прийти. А, то есть, подождите, получается, что вот такой, может быть, опыт из, как вы говорите, северского цирюльника, когда есть новый персонаж, который рассказывает, может быть, перенести и на классические балеты, для того, чтобы это было более... Все может быть. Но мы же сейчас уже эту форму изучаем. Просто, ну, как бы, не изучаем уже, та же практика есть. Грубо воплощаем. Мы уже воплощаем, но воплощаем пока не как бы, как сказать здесь, нет четкого графика, нет стабильности еще. Вот на сезон следующий мы однозначно, встреча с балетом, знакомство с балетом. Одно дело визуально, второе дело просто поговорить, чтобы зритель задал вопросы, а мы могли на это ответить. И вот в фае мы будем собираться. То есть, получается, опера, это не скучно, это вот уже сейчас мы прошли, теперь дальше будет балет, это интересно. Конечно. Балет это... Балет это любопытно, потому что очень у многих детей, когда они приходят с семьями, есть вопросы, такие, на которые вот бабушка или мама ответить не может. Значит, эти вопросы дети должны найти, ответы найти у нас. Поэтому мы будем такие делать встречи. А тогда вот вы сейчас сказали, мне кажется, совершенно не случайно, вы вот произнесли эту фразу, бабушка или мама не ответят. А папы и дедушки ходят на балет, или папы и дедушки ходят на оперу. Ходят. Потому что вот мама и бабушка, мне не смущает. Ну, это я, извините, но не сказала. Тогда очень у многих, и старшие сестры, и все остальные. Вы знаете, и педагоги, между прочим, тоже. Потому что часто ведь дети идут со своими педагогами, с классами. Значит, педагог должен подготовить. Но не только педагог. Мы должны быть заинтересованы в этом, чтобы потом дети могли написать сочинение, как-то свои вот эти эмоции. Рассказать дома, в конце концов. Тогда он... Совершенно верно. Совершенно верно. Так что, в общем, такая, знаете, познавательная, педагогическая, образовательная работа обязательно будет у нас, ну, одной из главных в новом сезоне. По поводу того, что рассказать дома, давайте сейчас посмотрим рекламу, потом обязательно вернемся к нашему разговору. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем нашу программу. Еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим о творчестве, мы сегодня говорим об искусстве, мы сегодня говорим о творческом объединении премьера. Татьяна Михайловна, ну вот мы, мне кажется, в первой части достаточно подробно как-то так разобрали сезон, который прошел. Даже стали строить планы на сезон следующий. А что будут делать летом артисты? Я же понимаю, что не только отпуска, но еще и подготовительная работа к следующему сезону. Я знаю, что есть еще несколько проектов таких, которые вне стен концертных залов. Ну, вы знаете, я просто считаю, что для артистов на самом деле должен быть отдых, и отдых на природе. Вот если они могут как бы расслабиться, сбросить все, на самом деле, нагрузку, и нагрузку ведь не только физическую, но и душевную, ведь эмоциональную. Поэтому я всеми как бы вот путями стараюсь сделать так, чтобы у них была возможность. Вы знаете, я хочу, Алексей, сказать о маленьких наших артистах, которые стали, делали уже большие проекты. Это о студии при музыкальном театре, детской студии. Она практически у нас работает во всех спектаклях музыкального театра. Она занята во всех проектах краевых и российских. Это уникальные дети, которые могут делать все. И знаете, говорить без шпаргалки. Это в наши адреса наших иногда взрослых ведущих. Им необходимо отдохнуть. Поэтому мы изыскиваем все возможности. Все же, чтобы они поехали в Анапу, чтобы хоть у нас эта студия и бесплатная, и очень серьезный отбор, как говорится, сейчас кастинг идет у нас. Очень много приходит детей, и мы принимаем любых, но не каждый может справиться с такой нагрузкой. И у них, конечно, есть и выпускные, и так далее. И я очень рада, что они могут уехать в Анапу и просто отдохнуть. А мы им в этом помогаем. И самое главное, я всегда говорю, уважаемые родители, бабушки, дедушки, папы, мамы, вот я вам низкий поклон, в ноги кланяю, за то, что вы так воспитываете. Вы же работаете. Еще успеваете воспитывать своих детей. Вы ходите на репетиции, как она работает. Ну, а каждый из наших артистов, ну, вы знаете... Имейте, но уже взрослых. Взрослых артистов. Я думаю, что у нас очень и большое, и небольшое время отдыха. И я понимаю, что им надо и съездить к своим родителям, ведь очень многие не живут в Краснодаре, а приезжие. Я думаю, что они хотели бы попробовать себя где-нибудь в каких-то творческих силах. Ну, пока этого не знаю. Никто не обращался. Но я еще раз повторяю. Я бы хотела, чтобы они хорошо отдохнули. Вот вы сейчас сказали, принимают участие, да, не только вот там в плановых спектаклях и так далее, но и в краевых российских мероприятиях или там каких-то выступлениях. Вот здесь, мне кажется, и краевые, и российские можно связать в одно. Я имею в виду подготовка к 80-летию Краснодарского края. Большой проект по всей Кубани сейчас готовится. Что готовит Творческое объединение премьера? И вот как это вот... Я знаю, что вы выходите за пределы края уже с 80-летием. Вы знаете, я бы хотела назвать один коллектив. Готовимся мы все. Проводим и проводили, и будем проводить мероприятия. Но я бы хотела сказать об ансамбле казачьи песни «Кореницы». Они умницы, они на самом деле нашли себя, они выходят за пределы края. Нам присылают удивительные письма благодарности за этот коллектив. Они на самом деле трудяги, и Копаев – это творец. И я за него очень рада, и за коллектив. И вот был один из проектов, назывался «От Клязьмы до Кубани». Это с ансамблем «Русь», с городом Владимиром. Туда они ездили, и как бы ответно хотели такой знак вежливости пригласить их сюда. И именно в рамках 80-летия. Вот я очень благодарна за это, за эту помощь. Виктории Юрьевной Лапиной, министру культуры, администрации края, и руководителям, главам муниципальных образований, кто услышал нас, принял. И я больше чем уверена, я просто это знаю, как были счастливы те зрители, которые увидели этот удивительный проект. А мы еще 12 июня выступили на площади вместе с этим ансамблем. То есть два коллектива в одной программе? Вот я правильно сказала, 12 июня. По-моему, мы выступили на площади с этим коллективом. Это было здорово. И отдали главную сцену музыкального театра, и это было... То есть, вы знаете, ответственность, опять же, за юбиляров, вот такая цифра вечности, я говорю, всегда играет так. Положите немножко на бочок, и получается такой знак вечности. На самом деле, это то, ради чего ты живешь, к чему ты стремишься, и это же не последние юбилеи. И поэтому мы много сделали театр балета. Сейчас мы пригласили сейчас из Крыма, из Симферополя в сентябре месяце, если все будет в порядке, музыкальный театр из Симферополя приезжает к нам со спектаклем июня в сентябре. Мы показываем, едем туда, показываем возможность показать именно на этой площадке только новеллы о любви. У них нет современной хореографии, и мы очень рады. Далее, мы будем тесно. Ну, наше все, и наше операфестиваль, это тоже был в рамках 80-летия, потому что и удивительный проект с Денисом Мацуевым, и то, что показал оркестр, это же тоже, вы знаете, то, что мы, как говорится, можем, то, что нам дают возможность, а это очень важно. То, что на Кубани может жить такое и классическое искусство, и развиваться, это только благодаря правильным планам, правильным направлениям и сегодняшнего руководителя, и края, и города, и министерства, потому что мы живем, мы сами живем и растим будущее на этой земле. И поэтому мне казалось, и очень сложно сейчас как бы решить, что же мы ставим. Мне, как бы вот, я еще не говорила вслух никому, но... Мы сейчас попросим наших зрителей, они сделают потише. Нет, но вы знаете, вот изучив все, что касается нашей Кубани, нашей Кубани, нашей столицы, это однозначно неразрывно, я остановилась на Лихоносове. И после той награды, которую он получил, я изучила это тоже все, и после того, как патриарх отнесся к нему, и какие награды он получил и наши, и кубанские, и российские. И еще хочу открыть тайну, что с этого начиналась работа еще неизвестной премьеры. Мы ставили только, по-моему, в 84-м году только вышел роман, в 86-м, мне кажется, мы в филармонии ставили наш маленький Париж. И все это как-то вот закольцевалось, и я очень хочу, хочу, я думаю, я смогу посвятить краю юбилею и нашим жителям эту очень интересную работу о нашем крае. То есть уже можно сейчас говорить о том, что об одной премьере следующего сезона мы знаем точно. Это уже стоит у меня в репертуаре. В плане, и я надеюсь, что время нам поможет, потому что его не так много, и мы сделаем достойную работу, которая будет радовать и жителей, и гостей края. И самое главное, это история о том, что на самом деле было, и это вечный должен быть, как бы, не документ, но прекрасный спектакль. Вы знаете, есть у меня еще вопрос, который я собирался задавать сегодня, и это о фестивалях, которые вы так вскользь упомянули, и какие-то социальные благотворительные проекты. Но, к сожалению, время нас немного поджимает, но есть еще пару минут, когда можно ожидать появления уже собранных творческих коллективов, я не знаю, либо в новом сезоне, либо в предтече нового сезона. Когда после каникул собирается творческое объединение премьера? Ну, оно собирается, конечно, по-разному, но август месяц, в данном случае у нас, это все же время работы, подготовки и время работы. И открываем мы сезон 15 августа. В данном случае премьера имени Леонарда Гатова открывает 15 августа. Это традиционно, потому что в этом году родил, в это время, в этой дате родился основатель биг-бенда Георгий Арамович Гаранян. И это опять же мы говорим, если мы помним, это будет жить вечно. Опять же мы говорим об этом. И вот золотой фонд Георгия Арамовича, это то, что, ну, бесценно. Бесценно и вечно. И это тоже мы посвящаем, конечно, и 80-летию края. То есть открывать будет все-таки биг-бенд? Биг-бенд. Открывать биг-бенд. А далее начинают работать потихонечку все коллективы. И нельзя в августе месяце не открыть двери театра и не пригласить желающих и гостей. Я думаю, у нас много туристов, которые с удовольствием бы послушали и нашу оперету, и, например, там, Ночь в Венеции, и нашу оперу или балет, и нашу премьеру. А вот эти вот уличные, площадные мероприятия традиционные? Уличные, площадные мероприятия. Конечно, это тоже традиционно. И они будут начинать работать с 26 августа по включительно 24 сентября. И на этих площадных мероприятиях, мы их назвали классика на красной. Будут и симфонические оркестры, и духовые оркестры, и, я думаю, что и джазовые. Так что мы все приглашаем. И, конечно, солисты. Бесспорно. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо большое, Татьяна Михайловна, что пришли и ответили наши вопросы. Но, опять же, далеко не все вопросы я задал, но я надеюсь, что эта встреча не последняя, уже становится доброй традицией разговаривать здесь, в нашей студии. Спасибо большое за сезон. Спасибо большое всем вашим артистам за сезон. С нетерпением будем ждать нового сезона. Тем более, что он обещает быть очень интересным. Об одной премьере, как минимум, мы уже сегодня узнали. Ну и дальше мероприятие, посвященное 80-летию Краснодарского края. Уважаемые телезрители, я еще раз вам хочу напомнить, мы сегодня говорили о творчестве, мы сегодня говорили об искусстве, мы сегодня говорили о завершении сезона в Турцком ведении премьера, мы говорили о том, каким будет следующий сезон, а гостем нашей сегодняшней программы была генеральная директор Турцком ведения премьера Татьяна Гатова. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания.